Привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 8 ноября, температура плюс 13, вообще как-то похолодало резко с ноября в этом году, и у нас ночью до 2-1 градуса тепла. Вот знаете, иду по лесу уже давно, далеко зашла, гуляю, и удивляет немножко вот эта вот такая тишина. Вы слышите, да? Такая пронзительная тишина в лесу. Я не знаю, сейчас у нас полвторого времени, midday, как называется здесь, ну вот обычно птицы поют иногда, что-то такое там стрекочет, здесь почему-то тишина. И вот я опять вспомнила, знаете, подумала, птицы не поют. Я вспомнила песню, да, вы знаете. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо растаем землю тут. Какая-то грустная вспомнилась песня, но хочется спеть, да? Точно так же я помню, когда я ехала в автобусе, рассказывала вам, что дорога идёт вдоль обрыва, вдоль обрыва. И, конечно же, да, вы меня понимаете, мне тут же захотелось спеть вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю. Ох, Владимир Семёнович Высоцкий, незабываемый, незабвенный, вот. Ну и что вы думаете? Я, конечно же, ещё сразу вспомнила историю. Ну, вот я иногда вот так вот пою в своих видео, меня пробивает. Вот, я человеком очень эмоциональный, поэтому, как говорится, что вижу, то пою. Иногда душа поёт, настроение хорошее. Я помню даже, когда-то мне сказали, когда я пела моя лилипуточка, мне там кто-то написал, что да тётка пьяная. Вот, конечно, ладно, не будем об этом, не будем об грустном, как говорится. Но вот пою. Да, мои подписчики даже мне говорят, ой, как вы хорошо поёте, как у вас чудесный голос. Ну, это так приятно мне слышать. Но я-то по поводу своих музыкальных способностей совсем другое имею мнение, что голос у меня писклявый, тоненький. Ну, не знаю, друзья. Никогда не училась. Когда-то я вообще-то играла на гитаре, опять же, самоучка. Играла на гитаре в студенческие годы, умела на шестиструнной, немножечко пела, но это было очень давно. И меня мои зрители тоже просят иногда. Ой, Галина, так хорошо поёте. Спойте, пожалуйста, спойте ещё. Я вспомнила. Спой, Светик, не стыдись. У меня в моей длинной жизни полной всяких приключений была такая история. Знаете, я вспомнила её. Расскажу вам сейчас, если кто хочет, послушайте. Я когда училась играть на гитаре, и мне очень нравилась одна песня, её исполнял Валерий Абадзинский. Наверное, мои ровесники знают этого великолепного певца. Конечно же, основная, главная песня, которую знают все, наверное. Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего стою. Ну, это вот эта песня. В каждой строчке, только точки после буквы Л. Ты поймёшь, конечно, всё, что я сказать хотел. Вот Абадзинский запела, потеряла мысль. И тогда, я помню, у него была ещё одна песня, которая мне очень нравилась. Ну, просто невозможно. Нежная, удивительная. И ещё и в исполнении Абадзинского с его волшебным голосом. Это было что-то невообразимое. Я всё хотела её на гитаре сама сыграть и спеть. Но, вы знаете, я сейчас попробую вам немножечко её напеть. Возможно, тоже кто-то знает. Но, к сожалению, у меня моя простуда всё ещё горло соднит. Яиц сырых я не напилась, чтобы вам исполнять. Песня такая вокальная, сложная. Но сейчас попробую. Значит, вот как она. Анжела, ты на счастье мне судьбой дана. Анжела, если ты со мной, солнце светит. Анжела, ты одна, одна на свете. Анжела, в добрый час тебя я встретил. Анжела, ты одна, одна на свете. Анжела, в добрый час тебя я встретил. Сложная песня, тем более капельно петь её практически невозможно. И вот я помню, я однажды как-то при хорошем раскладе, с хорошим настроением, как-то случайно в общежитии мы сидели с девчонками вечером. И я её спела, эту песню. Анжела, ты на счастье, мне судьбой дана. Анжела, если ты со мной, солнце светит. Анжела, ты одна, на земле одна. Анжела, в добрый час тебя я встретил. Я себе ещё немножко подыгрывала там аккордиками на гитаре. Девчонки заслушались. Она такая грустная, да, там. С тобой я забываю всё на свете. Уходят тучи прочь, стихает ветер. Над миром дни летят, а, может, годы. Я знаю лишь, что ты живёшь на свете. Вот так. И девчонки, конечно, запомнили, сказали, боже, супер, как нам понравилось. И однажды прошло уже какое-то долгое время. Поехали мы студенческим отрядом, по-моему, на картошку или куда. И вот мы там вечером обычно собирались у костра, вы же знаете, да. И как привязалась ко мне моя одна знакомая, Наташка, которая тогда была свидетельницей моей этой песни, Анжела. И она вдруг заявляет. Там, наверное, даже не только наша группа. Очень много было людей, студентов. Сидели у костра, разговаривали, болтали, слушали. И всё это. Песни тоже кто-то пел. И вдруг она говорит, ой, вы знаете, а Галина-то как поёт? Вот песню Анжела. Спой. И они ко мне как привязались, как привязались. А я так не могу. Вот не могу. Меня сразу перехватывает горло. Я сразу пугаюсь. То есть я такой, знаете, человек не для сцены, не для публики. У меня под настроение. И вот я помню, она меня, ну-ка, спой, Светик, не стыдись. И мне вроде, знаете, уже неудобно. Ну что, они меня все вместе так упрашивают в конце-то концов. Господи. Ну и я рискнула. И я тут же с первой же ноты, там вот это начало самое. Ну и сейчас вот я говорю, у меня голос грубый. А тогда я пела танюсеньким-танюсеньким, писклявым голосом. И я что-то вот таким писклявым голосом затянула. Все притихли. А я чувствую, что я без сопровождения гитары вообще куда-то не туда полезла. В общем, я с трудом эту песню допела. Ее, конечно, все так, знаете, слушали в таком молчании. Ну и потом, когда я закончила такое замешательство, а потом, значит, кто-то сказал, что замечательно, кто-то сказал, что нет, не то. На песня не к месту. Ну и я помню, что мне было очень стыдно. Один-единственный, я помню, парень. Я не знаю, может, я ему нравилась или нет, но он меня как-то поддержал. Остальные отнеслись, знаете, с таким, знаете, ироническим, таким подхихикиванием. Что тут такое? Какая-то писклявая певица. Я больше уже на публику не пела. Но, тем не менее, сама одна я петь продолжала. Знаете, ой, господи. И вот вторая история тут же, неподалеку от первой, случилась, произошла. Значит, там... Боже, кто-то тёмный там в лесу. Страшно. А кто это? Что это? Какие-то сумки, что ли, там висят. Боже, или кто-то стоит, или кто-то сидит. Посмотрите, а что это? Да, это кто-то что-то там собирает. Как я испугалась. Видно вам? Иногда вот неожиданно. Интересно, что там собирают. Мне прям даже стало интересно подойти, спросить. А скорее всего, что это будут либо русские, либо поляки. Чё они там собирают? В перчатках. Ну-ка, я подойду, спрошу. Привет. Привет. Что вы посмотрите здесь? Мушаром? Вы найти какие-то? Да, какие-то. Какие-то. А, что я вижу? Я никогда не видел здесь мушаром. Это... О, я вижу. Хорошо, это красиво. Вы найдете здесь? Нет, это Таиланд. Очень красиво. Где ты? Таиланд. Таиланд? И ты знаешь этот шиши-машрум? Да. Ты знаешь этот шиши-машрум? Да. Реально? Интересно. Извините, что я маскину. Я никогда не вижу этого английского. Английские люди не знают шиши-машрум. Ну вот, представляете, эти две девушки-тайки. Вот они здесь тут лазили на корточках, что-то собирали. Я подошла, вы слышали, да? Спросила, что они собирают. Они сказали, грибы. И показали мне целую сумку. Вот этих грибов, смотрите, вот они. Вот они настолько малюсенькие. Видите? И они их целую сумку насобирали. Сказали, что очень вкусные грибы. Когда я спросила, откуда они знают, они сказали, что они здесь давным-давно живут. Вот сами они из Таиланда, тоже замужем за английскими мужчинами. И вот они здесь по лесу. Эти грибочки, представляете, набрали целую сумку вот такой мелкотни. Я решила, почему бы тоже мне не попробовать. Никогда я не видела. Я спросила, что с ними делать, жарить, варить. Они сказали все, что угодно, очень вкусные. Я знаю, что тайцы тоже разбираются в грибах, помимо англичан. Ну, вот они продолжают собирать эти грибы. У каждой уже по огромной сумке. Интересно, друзья. Очень интересно. Вы знаете, получается, век живи, век учись. Вот они, эти грибочки. И их здесь довольно много можно найти. Кстати, побольше, поменьше. Вот видите, еще, вот если высматривать уже, зная, что ты ищешь, то можно и найти. Есть прям совсем малюсенькие. Вот они, совсем малюсенькие. Да, так вот, вы знаете, эти две тайки. Они с ножницами. Они их чик-чик-чик. И у них огромные полные сумки. Представляете, как здорово. Я попробую и вам расскажу. Ну, и вы же понимаете, друзья, что я не только забыла свою историю, которую начала вам рассказывать. Я вообще, да, наверное, и голос потеряла. Вот как-то иногда я гуляю по лесу не страшно. Ну, вот вы видели, что там мне даже парочки попадались. И собака залаяла, когда я песню пела. Ай, вот. А почему-то вот я напугалась. Они как-то были эти тайки в таких черных куртках, черные волосы. Очень как-то они выглядели зловеще. А я сразу почему-то подумала, а может это опять ведьмин платок. Я, в общем-то, как-то не хочу больше уже с ведьмами встречаться. Ну, понимаете, вот вся моя эта история, как говорится, песня моя прервалась. И рассказ мой прервался. Уже у меня, конечно, нет настроения дальше вам рассказывать то, что я начала. Поэтому, понимаете, хватит песни петь. Ай, не могу, хватит уже. Надо заняться делом. И моё видео продолжится в другом русле уже теперь. Я же, конечно же, принесла эти грибы домой. И я сейчас вам всё покажу и расскажу подробно. Вот они, эти чудесные грибы. Вы знаете, по-моему, если уже ты их знаешь, то очень трудно ошибиться. Вот жёлтые ножки я показывала в лесу, как легко сразу определяются эти грибы. И я назову вам их название. Это не что иное, как лисички. Но только лисички необычные рыжие, а это лисички другого вида. Называется лисичка трубчатая. Ну, вот ножка у неё жёлтенькая осталась от родственников. Очень вкусная. Вы знаете, что такое лисички. Их и жарить, мариновать, варить, что хотите. А ещё эта лисичка трубчатая у знатоков называется Прощай глисты. Прощай глисты, потому что она, говорят, очень хорошо выводит из организма все гельменты, которые могут поселиться вдруг невзначай в организме человека. Имейте, друзья, в виду. Может быть, даже и деткам поможет от глистов. Смотрите, что я сегодня набрала. Вот это калина, конечно же. Посмотрите, какая шикарная. Её здесь тоже никто не собирает. Я вот её с мёдом вот так вот в блендере перемалываю и с чаем пью. Она снижает давление. Супер! Ещё сегодня я набрала немножко. Это вот уже перестоявшиеся опята. Да. Вот мне попалась ещё пара груздей. Даже не знаю, что буду с ними делать. Грузди солёные. Это же королевский гриб угощения. Самое вкусное. Но здесь всего лишь два. Не знаю, что с ними делать. Их не варить, ничто. И на удивление мне даже попался один маховичок. Поздний такой. Но нормальный, крепенький. Я его тоже взяла. Вот такое. А это вот такие грибы-путнички ещё называются. Так, вот это вот рядовку я взяла тоже. Ну, может быть, я её вместе с груздями засолю. Даже не знаю. В общем, друзья, вот такое. Но прежде всего, конечно же, я опять хочу вам показать вот эти бесподобные грибы. Вы знаете, они чистенькие. Они растут в сосновых лесах. Единственное, что, может быть, иголки попадаются. Но они не червивые, а чистые. Просто великолепные грибы. Обратите внимание, я уже их и сушу здесь. Разложила на батарею. Посушить. Постепенно, потихоньку. Думаю, что высохнут батареи горячие. Вот. Надеюсь, что я себя на зиму просто уже обеспечила абсолютно грибами. Даже не знаю, что ещё собирать. Маринованные опята я вам уже показывала. А теперь у меня будут маринованные лисички. Видимо-невидимо, какая красота. Ну, а ещё я всегда, когда из леса возвращаюсь, я приношу вот такие вот кустики, ягоды. Вот это даже, по-моему, несъедобные ягоды. Я не знаю, что за ягоды, но нет, несъедобные. Я их просто ставлю для красоты. Калины в этом году на удивление много. Тоже ставлю для красоты. Вот и так, и вот так. Вы знаете, такие красивые здесь были листья. Жёлто-красные у Калины. Я их оставила. Но, к сожалению, завяли, уже не очень красиво смотрится. Но всё равно это запахи леса. И вот такой я принесла букет. Наломала шишек. Вот это вот, вы знаете, я не ломаю на деревьях. Это у нас там было... Сейчас, может быть, свет включу, получше будет. Да, проходит темновато. Это у нас было... Там ездил трактор, спиливал, срезал ветки, прореживал в лесу. И вот такая вот огромная ветка с самого верха, с ёлки валялась. Я наломала шишек. Думаю, какая будет красота мне. В удовольствие на моём красивом камине. Вот так. Часы мои показывают разное время. Там было четыре, здесь пять. Видите, знаете почему? Потому что у нас в конце октября перевели назад зимнее время на час назад. А у меня вот одни единственные. Я забыла перевести. Они у меня остались на летнем времени. Их надо снимать, переводить. Надо заняться. А вообще сейчас без десяти четыре по-новому. И разница теперь у нас с Россией три часа. У вас ведь перестали, по-моему, переводить, да? А здесь всё ещё переводят на зимнее время. А это я нашла классную фотку моих внуков Андрюшка и Див. Див только родился. Посмотрите, насколько здесь разница видна, да? Вот у них разница семь лет. Андрюшке здесь семь, а Диву тут несколько, по-моему, один месяц всего. Ну вот, знаете, сейчас, когда одному четырнадцать, а другому семь, и уже один другого она догоняет, маленький догоняет, то такой разительной разницы, конечно, не видно, как здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня хочу показать вам, как я высушила эти грибы. Вот они. Такие пахучие, пахучие грибы лисички. Пахучие грибы лисички. Смотрите. Я сейчас аккуратно сниму с туман. Пахучие грибы лисички. Кfield 컬러ves вне def motion Chris, думает в hundred somos. Пахучие грибы лисички. И вот эти ещё. Оооо, какой запах! Я конечно же хочу еще вам показать вот эти две баночки Оооо, как вкусно пахнут, бесподобно пахнут Спасибо! Спасибо!